Решил я снять еще один ролик про изготовление печатных плат с помощью 3D принтера. Дело в том, что поначалу у меня возникли некоторые трудности, причем совершенно не там, где я их ожидал. В предыдущем коротком ролике на эту тему я показал, к чему привели эти ошибки. А теперь хочу показать весь процесс подробно, попутно объясняя, что я делал не так. Начнем по порядку. Сперва, конечно, нужно вырезать кусок фоторезиста. Пусть он лучше будет слегка большего размера, чем габариты текстолитовой заготовки. Перед наклеиванием надо подготовить поверхность меди и убрать все неровности и окислы. Я использую абразивную губку из магазина Автоэмали. К сожалению, эта губка уже не первой свежести, и я слегка поторопился, поэтому зачистил здесь не самым лучшим образом. В качестве чистящего средства использую пищевую соду. В принципе, можно и без нее. Потом еще раз очищаю поверхность с обычным мылом, чтобы обезжирить и хорошо споласкиваю. Чтобы наклеить фоторезист, нужно удалить подложку из полиэтилена. Верхняя лавсановая пока остается. Для этого удобно использовать два кусочка скотча. Наклеивать лучше под водой, так под пленкой не будет пузырей воздуха. И чтобы фоторезист не начал преждевременно липнуть к плате, вода должна быть холодной. Слегка приглаживаю фоторезист пластиковой картой. Теперь можно достать текстолит из воды и еще раз как следует разгладить. Делать это надо от центра к краям, постепенно усиливая нажим. Здесь я хочу особо обратить внимание, что в интернете можно встретить совет прогладить фоторезист утюгом. В моем случае это всегда приводило к дальнейшим дефектам при травлении. От нагрева фоторезист оставляет очень тонкую, трудно удаляемую пленку на меди. И потом возникают обширные участки, где процесс травления идет крайне медленно. Потом я удаляю верхнюю пленку. Чтобы облегчить этот штаб, можно подержать заготовку в морозильнике. Из-за того, что я плохо зачистил медь, фоторезист по краям начал отклеиваться. Лавсан можно удалить и после лазера. Теперь закрепляем заготовку на принтере и приступаем к печати. Этот лазер мощностью 50 мВт. И это довольно много для засветки. На первых порах фоторезист в некоторых местах даже плавился. Стабилизатор тока упрятан внутри корпуса, достать его не получилось. Поэтому я сделал диафрагму из фольги для уменьшения светового потока. Однако лучше брать лазер послабее. Например, на 20 мВт. Или с возможностью регулирования мощности. На меньшей мощности прорисовка мелких деталей улучшается. Диаметр лазерного пятна, я думаю, в настоящий момент, около 0,50 мм. На макросъемке видно, как образуется рисунок после нескольких проходов. Диаметр лазерного пятна. Дальше переходим к так называемой проявке. То есть удаляем с меди незасвеченные участки. Для этого нужна щелочь. Лучший результат дает кальцинированная сода. Достаточно развести одну столовую ложку на пол-литра воды. Вначале я не смог ее купить и пытался смывать фоторезист пищевой содой. Или разбавлял едкинатор. Средство для прочистки труб. Но они растворяют фоторезист неравномерно. И это приводит к дефектам и отслаиванию дорожек. Проявка продолжается около получаса. Периодически обрабатываю мягкой кистью, промываю плату водой и контролирую процесс. Если передержать, то фоторезист в самых узких местах начнет отслаиваться. Ну а теперь осталось, если все было сделано правильно, самая легкая часть – травление. Что хлорным железом, что персульфатом аммония, результат получается одинаковый. Ну вот, все протравилось и теперь надо удалить оставшийся фоторезист. Вот теперь же и пригодится средство для чистки труб. Немного зачистить и можно оценивать результат. Оставшаяся проблема – слишком тяжелый принтер. У него массивный подвижный стол и печатающая головка, который приводится в движение зубчатыми ремнями. При резкой остановке они продолжают некоторое время вибрировать. Для 3D-печати это было не важно. Но на дорожках это сразу заметно. К тому же лазер у меня крепится на дополнительном, напечатанном довольно длинном кронштейне. И это тоже добавляет вибрации. Для идеального результата лучше соорудить отдельное печатающее устройство без лишних деталей и максимально облегченное. На макроснимках видны эти волны. И еще, наверное, слишком высоко поднял лазер от стола. И из-за этого вибрации стали еще заметнее. Для сравнения плата, которую я делал до этого, видно, что края намного более ровные. Тогда лазер был практически у самого текстолита. На этом можно подвести итог. Сам процесс вполне себе рабочий. Если минимизировать вибрации, то дефектов практически не будет. Ну на этом все. Надеюсь, это видео было кому-нибудь полезным. Пишите в комментариях ваши вопросы и замечания. Всем пока.